Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Смотрите сегодня. Отопительный сезон в Сочи уже начался. Кому еще холодно, стоит потревожить управляющие компании. Праздники в Сочи не должны омрачить разного рода ЧП. Вопросы безопасности обсудили члены антитеррористической комиссии. Сегодня в Сочи стало зеленее. В селе веселые общественники высадили 60 кипарисов. Последние репетиции перед битвой талантов. В Сочи открылся Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик». По званию губернатора в Краснодарском крае заработала горячая линия главы региона по вопросам развития малого и среднего бизнеса. В течение месяца можно посылать свои обращения к главе администрации. Номер вы сейчас видите на своих экранах. Наиболее актуальные вопросы рассмотрят на форуме «Дело за малым». Он пройдет в Краснодаре в конце ноября. Как отметили в Департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, необходимо выявить проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей работе, чтобы их решить. А также услышать мнения и предложения самих предпринимателей о дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса в регионе. По мнению Вениамина Кондратьева, форум должен стать большой площадкой для обсуждения новой стратегии развития предпринимательства Кубани. Форум пройдет в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» 30 ноября. Спасти команду футбольному клубу «Кубань» нашли нового инвестора. Кто это, расскажут наши краснодарские коллеги. Никакой помпезности, торжественности и размаха. Все строго по деловому. Мишель Литвак сразу обозначил, европейский подход в управлении бизнесом перенесет и на футбольный клуб «Кубань». Нового инвестора, болельщикам и ветеранам команды лично представлял губернатор. В переговорах с крупным европейским и российским предпринимателем Вениамин Кондратьев принимал непосредственное участие. Большая часть акций теперь переходит к Мишелю Литваку. Однако краевая администрация сохранит за собой право участвовать в жизни клуба. «Я понимаю проблему финансовой ответственности в своей состоянии команды футбольного клуба «Кубань». Максимально прилагал усилий для того, чтобы эту проблему решить. Я решил вас всех собрать, чтобы представить нового нашего партнера футбольного клуба «Кубань». Это Мишель Литвак. И здесь я хочу заявить уже официально, по словам с ним, что 75% футбольного клуба «Кубань» переходит к нему, 25% и 1% остается украй. Это блокирующий пакет, который не позволит никакому нашему партнеру, а я надеюсь, с Мишелем будем надолго принять решение о ликвидации клуба «Кубань». Это принципиальная позиция, футбольный клуб «Кубань» ни при каких обстоятельствах не может быть ликвидирован. Не мы его создавали, не нам принимать решение и никому принимать решение о ликвидации футбольного клуба «Кубань». То, что в футболе он видит бизнес, Мишель Литвак не скрывает, как и то, что в бизнесе разбирается неплохо. Про гражданина Бельгии, родившегося в Ленинграде, писали в «Форбсе». Его имя знают первые звезды Голливуда. Как кинопродюсер он снял больше 20 фильмов, один из них получил «Оскар». Компания «Атека», где Литвак – председатель Совета директоров, в свое время стала первой в России, где занимались железнодорожной перевозкой нефти и газа. В футбольном клубе основной задачей бизнесмен видит развитие детского спорта. У меня все-таки будет задача работать, начиная с самого начала. Сначала это, я считаю, что надо подготовить новых игроков, детей. Вот здесь, как бы, сохранить позиции и создать базу. Вот за это я берусь. И вот только тогда, может быть, чем-то гордиться, что у вас, у нас здесь будет чего-то реального, что вот мы что-то создали. Сколько я правильно понял, растить звезд. Да, совершенно верно. В том числе и с кубанской молодежи, и мальчишек-дочонок. Конечно, конечно. Что сегодня, конечно, необходимо и крайне важно в целом для самой молодежи. Ситуация, когда в футбольной Кубани надо что-то менять, наступала постепенно. Из команды ушел спонсор. Началась чехарда с тренерами. За два сезона сменилось шесть человек. Задержки зарплат игрокам. Клуб, который в 2013 участвовал в групповом этапе Лиги Европы, стал середняком футбольной национальной лиги. Второй по силе в России. Покупки игроков с громкими в прошлом именами не помогли. Денег только не хватало. Новый инвестор для клуба – надежда на стабильность. Однако отказываться от покупки хороших игроков в клубе тоже не будут. Новое поколение вырастет не за один и не за два года. В это время команде придется пробиваться в премьер-лигу, высший дивизион российского футбола и возвращать доверие болельщиков. Еще недавно Кубань была самым посещаемым клубом в стране. Футбольный клуб Кубань показывает, насколько есть, сохранились нынче человеческие ценности. Потому что команда у нас находится в не очень хорошей ситуации. А для тех, для кого слово родина, семья, вера что-то значит, они здесь все остались. И поэтому они сейчас смотрят на вас очень пристально, я вам честно скажу. Но ноша тяжелая. Я уже здесь на Кубань 16 лет, и мне не безразлично. Я здесь, наверное, больше, чем где бы ни было. Поэтому для меня я могу только одну вещь сказать. Ничего другого, но я могу повториться. Я по-настоящему постараюсь. Дай бог, Мишель, если при вашей помощи, то есть мы создадим настоящий футбольный клуб Кубань, который, на самом деле, заиграет и который заявит о себе, может быть, не только на всю страну, но и на весь мир. Это легендарный клуб. И в нем в свое время играли легендарные футболисты, которые были известны всей стране. И им аплодировали огромные стадионы. Это сегодня, отчасти, элемент души самой Кубани. Вот этот футбольный клуб Кубань – это история клуба, это история Кубани. Вот в чем вопрос. А история Кубани – это история клуба. Болельщики надеются, что новый инвестор станет не кошельком, который просто поддерживает финансовую жизнедеятельность клуба, а человеком, который будет болеть за команду так же, как и они. И, пользуясь случаем, фанаты предложили голливудскому кинопродюсеру снять футбольную драму со счастливым концом под названием «Возрождение». Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Отопительный сезон в Сочи уже начался. Напомню, официальный старт – 15 ноября. Но в связи с установившейся на курорте прохладной погодой, глава города Анатолий Пахомов накануне дал поручение пустить в дома тепло на 12 дней раньше. Сегодня мэр провел совещание с главами районов, представителями управляющих компаний и ТСЖ, а также ведомственными учреждениями, чтобы выяснить, как выполняется его требование. Накануне теплоснабжающая организация подтвердила – все системы отопления проверены, промыты, опрессованы и полностью готовы к работе. И сегодня утром все котельные курорты выпустили тепло. Сначала горячими стали батареи в социальных объектах, больницах, детских садах и школах. Затем началось поэтапное включение многоэтажек. Сотни домов в четырех районах курорта уже обогреты. А это значит, что их управляющие компании или ТСЖ ответственно выполнили свою работу. Жителям тех квартир, где до сих пор холодно, необходимо связаться с представителями своего дома управления, чтобы они сбросили воздух и наладили систему. В некоторых случаях это может занять 2-3 дня. Мэр Сочи потребовал в эти выходные. ТСЖ управляющие компании должны работать круглосуточно, чтобы к началу следующей недели отопление домов на курорте было стопроцентным. Этот вопрос Анатолий Пахомов взял под личный контроль. Работу мы начали давно. Все управляющие компании вместе с теплосетями нам доложили о том, что все вот так, все замечательно. Вот теперь посмотрим. Значит, я даю поручение своему протоколу. Значит, всю информацию, которая поступает к нам на дежурную часть, ну, оперативному дежурному, всю ту информацию, которая поступает на телефон доверия и то, что вот есть еще один телефон там дал департамент ЖКХ, ее полностью мне передавать. Сегодня до конца дня и завтра. В единой диспетчерской службе администрации города специалисты проконсультируют по вопросам ЖКХ. В случае необходимости жители могут напрямую позвонить городоначальнику. Телефоны вы видите на экране. Информация есть и на нашем сайте fkt.com. В Сочи сегодня прошли публичные слушания и обсуждали единую схему теплоснабжения города на период до 2032 года. Пять лет назад постановлением правительства было определено, что все муниципальные образования должны разработать единую схему теплоснабжения. Это делается на случай аварийных ситуаций, чтобы в любой момент, используя единую автоматизированную систему, переключиться на другой узел теплоснабжения. Схема дает возможность нашим единым теплоснабжающим организациям разрабатывать инвестиционные проекты. Это обязательно. Без схемы инвестиционные проекты разрабатывать было нельзя. И вкладывать деньги под реконструкцию своих котельных, реконструкцию сетей, модернизацию всего этого за счет инвестиционной надбавки. Теперь это можно будет предприятием выполнять после утверждения этой схемы. Схема была размещена на сайте администрации города. Там же можно было по данной теме задать вопрос. Теперь после публичных слушаний схема единого теплоснабжения будет представлена на утверждение главы города. И к другим новостям. В Сочи ограбили аптеку. В 3 часа ночи в помещение вошли двое мужчин, угрожая фармацевту предметом, похожим на нож. Они похитили из кассы 15 тысяч рублей и сотовый телефон, после чего скрылись на автомобиле. Полицейские опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи камеры видеонаблюдения из торгового зала. Ориентировка на розыск машины и грабителей была направлена всем наружным нарядам полиции Сочи, а также других городов из станиц края. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был задержан в станице Тбилисской. В автомобиле находились 36-летние жители Адлерского района Сочи. Их причастность к совершению данного преступления была установлена. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ведется следствие. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Праздники в Сочи не должны омрачить разного рода ЧП. В ноябре сочинцев и гостей ожидает целая череда торжеств. И уже сейчас все городские службы вовлечены в подготовительный процесс. И прежде всего их внимание обращено на обеспечение правопорядка. Вопросы безопасности накануне детально обсудили члены антитеррористической комиссии. День народного единства, праздник казанской иконы Божьей Матери, международный марафон и наконец день города. Ноябрь в плане торжеств для Сочи выдался насыщенным. Наряду с организационными курорт решает вопросы, связанные с безопасностью. Проработать их детально мэр поручил членам антитеррористической комиссии. Все нам известно, все это мы делали, но очередной раз об этом стоит напомнить. Потому что каждый раз, когда в городе спокойно, тихо, кажется, что так оно будет всегда. И не обращается внимание, как мы считаем, на мелочи. Это никакие не мелочи. Под особым контролем должны быть объекты повышенной опасности, предприятия, торговые центры, общественный транспорт и места массового скопления людей. Призвал глава Сочи отдельное внимание обратить на организацию международного марафона. В день его проведения, 6 ноября, пройдут серьезные изменения в схеме движения транспорта. Практически весь центр курорта с 8.45 до 16 часов будет перекрыт. Практически задействован весь город. Здесь, наверное, надо отработать особо маршрутку, особо, простите, у полиции все перекрываются наши зоны. Если не хватает сил, то нужно добавить добровольную народную дружину и так далее. Предстоит сделать расчет сил и средств. Однако и сейчас, признался заместитель начальника полиции, ясно, его коллеги одни не справятся. Надежда на казачество и добровольные народные дружины. Потребуется также помощь ТОСовцев и домкомов. Им поручили предоставить в полицию списки подозрительных лиц, проживающих по соседству. И узнаем мы об этих лицах в подавляющем числе случаев только после того, когда они уже совершили какое-либо противоправное деяние. И в данном случае помощь общественности, территориальных общественных советов, домкомов нам необходима для получения своевременной информации о таких лицах. Тем самым и себя обезопасит, и других уберегут от необдуманных поступков. Сохраняется террористическая угроза. В первую очередь она исходит от исламских радикалов и международных террористических организаций. В завершении заседания антитеррористической комиссии присутствующие рассмотрели вопросы, связанные с коммунальным хозяйством города. И прежде всего с сезоном отопления. Он стартовал 3 ноября. Но если батареи где-то еще не потеплели или же вовсе возникла чрезвычайная ситуация, городские власти рекомендуют без промедления обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ. День народного единства отметят завтра в Сочи. Большой концерт состоится с 12 до 18 часов на площади Южного Мола. Здесь отметят и День народного единства, и День военного разведчика. Пройдет чествование представителей национальных объединений, а также награждение ветеранов спецназа. Бойцы проведут показательные выступления. Выступят и лучшие вокальные и хореографические коллективы города. На площади Южного Мола будут также организованы мастер-классы и выставка о продаже работ народных умельцев. Концерты состоятся также в районных домах культуры. А вот студенты Сочинского госуниверситета уже начали отмечать День народного единства. Учащиеся подготовили творческие номера и кухню более 15 национальностей. В праздники приняли участие студенты разных курсов и специальностей Сочинского государственного университета. Ровно на час площадка у вуза превратилась в место встречи представителей разных национальностей. Адыги, армяне, грузины, греки, буряты, японцы, англичане, украинцы, русские и даже жители Ямайки. Каждая народность представила вокальные или танцевальные номера. Самой интересной и изысканной частью праздника стала кухня. Столы с разнообразными видами блюд, характерными для той или иной национальности, просто ломились от закусок и напитков. Все это сделали сами студенты. Наша любимая команда из ГУ подготовила этот праздник, так как в Сочи там объединяется более 120 национальностей. На этом празднике мы сможем познакомиться с культурами многих народов, которые проживают вместе с нами. Это очень интересное событие. Никто никого не теснит, все дружные, все улыбаются, все рады, что они здесь собрались. И спасибо большое нашему университету, что он всех нас собрал. Завершился праздник многонациональным обедом. Все студенты смогли попробовать блюда разных стран и республик. Сегодня в Сочи стало зеленее. В селе Веселое общественники высадили 60 кипарисов. Городская акция «Посадить дерево» продлится на курорте вплоть до самого дня города. К 21 ноября во дворах сочинцев новую жизнь получат полторы тысячи деревьев разных пород. Инга Габеша продолжит тему. Урожайная улица в Веселом старейшая, но получившая новую жизнь в период подготовки к Олимпиаде. Тогда здесь выросли новые дома для переселенцев, построили в этом районе и новые скверы с аллеями. На одной из них сегодня члены местного ТОСа и посадили молодые деревья. Такой зеленый подарок на день рождения любимого города. Мы понимаем, что это общественное мероприятие, которое приносит пользу не отдельным лицам, а всему обществу и благоустраивает и украшает наш район. Посадили ТОСовцы и 10 из 22 тысяч кустарников, которые также украсят городские дворы и скверы к главному празднику Сочи. Параллельно жители близлежащих улиц устроили субботник, вооружившись граблями и метлами. Собрали мусор, покосили траву и обрезали лишнюю растительность. Работают не покладая рук активисты и на придомовых территориях. Помимо акции «Посади дерево», ТОС «Веселая» подал заявку еще на один конкурс, приуроченный ко дню города. За право называться лучшим благоустроенным двором борются жители 12-го дома по улице Мира. Такая цветочная поляна здесь радует глаз круглый год. Сейчас это герань и герберы, ранней осенью чернобривцы, летом петунии. Некоторые срывают, вроде бы красиво все, но букет себе сорвут. Но в основном помогают с подъездом, кто-то помогает, деньгами дают на рассаду, потому что рассада дорогая. Полить тоже помогут. А вот в случае победы лучший двор рассаду получит в подарок. Поэтому в общественно полезном деле жители Веселого участвуют целыми семьями. Подготовка к дню города объединила и новых жителей города нашего, и наших местных. Мы вместе общаемся, они нам свои новшества какие-то со своей глубинки привезли, и мы их внедряем, естественно, здесь. Мы уже их провели, наверное, штук 20 этих субботников. У нас не только вот эта территория, у нас же еще и Худякова большая. Подарок же Веселовцам от самого города – это новое помещение для еще более плодотворной работы Совета общественного территориального самоуправления. Новоселье намечено в канун дня рождения курорта. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Пробежка вдоль моря. Сочи готовится к первому кубанскому марафону. Что это за соревнования, организаторы рассказали на пресс-конференции. Кубанский марафон – это состязания, которые включают в себя забеги на несколько дистанций. Марафон чуть более 42 километров. Полумарафон, марафон на двоих – это эстафета 2 по 21 километру. Одна двадцатая марафона – это чуть больше двух километров. И одна четвертая марафона – 10 километров. Забеги будут открыты. Заявки на участие уже подали бегуны из 340 городов России и 16 стран мира. Всего порядка 4 тысяч человек. Участвовать можно целыми семьями. На дистанцию смогут выйти как опытные бегуны, так и новички. В их числе олимпийский чемпион, депутат Госдумы, наш земляк Алексей Воевода. Он выбрал дистанцию для начинающих – 2100 метров. И сейчас усердно тренируются. Кубанский марафон проводится впервые. Общий призовой фонд турнира – более 800 тысяч рублей. Хотим сказать, конечно же, слова благодарности организатору за то, что выбрали именно город Сочи. Для нас это очень важно, что именно в ноябре проходит это соревнование в межсезонье. Тем самым мы подчеркиваем, что город Сочи – он круглогодичный курорт. В любое время года мы готовы принять любое количество туристов в нашем городе. Дистанции марафона проложены через центр города. В связи с этим в воскресенье 6 ноября в Сочи изменится схема движения. Улицы перекроют с 9 утра до 4 часов дня. В их числе Несепрская, Орджоникидзе, Черноморская, Воровского, Парковая, Конституции. Часть курортного проспекта от пересечения улицы Черноморская до Горького. Все выезды из перечисленных улиц также будут закрыты. При этом будет организован проезд по выделенным полосам по курортному проспекту на участках от улицы Паярка до Горького, от Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительской, от улицы Первомайская до Горького. Изменится и схема движения общественного транспорта. Это касается целого ряда маршрутов. У нас их номера номер 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 24, 25, 30, 36, 37, 38, а также 43, 45, 83, 86, 87, 92, 94. Далее 101, 102, 103, 104, 105С, 105К, 110, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 124С, 125, 125С и 125П. Кроме того, 155, 155К, 169 и 180. Как будут двигаться эти автобусы с 6 ноября с 9 до 16 часов, подробности вы можете найти на нашем сайте fkt.com, либо на сайте городской администрации. Ну а движение автобусов с номерами 15, 17, 18 и 23 вообще будет приостановлено. В Сочи открылся Международный детский фестиваль искусств в Кинотаврик. Он проводится в нашем городе в 16-й раз. Сегодня утром на сцене Зимнего театра прошла репетиция церемонии открытия. Расскажет Елена Всецина. Участниками Кинотаврика становятся талантливые дети со всей России. Они приехали еще вчера, а сегодня в Жемчужине продолжалась аккредитация участников. Многие родители привозят в Сочи совсем маленьких. Вике 4 года, она же в прошлом году была второй принцессой фестиваля. В этот раз собирается завоевать главную корону Кинотаврика. Я люблю на сцене танцевать. Она сама просит. У нас был дебют в прошлом году. И вот на самом деле очень многие родители говорят о том, что мы мучаем детей, возя по кинофестивалям и так далее. Нет, вот в прошлом году она, выйдя на сцену, заплакала и сказала, мама, я больше со сцены никогда никуда не уйду. Вот так зарождаются будущие театральные звезды. А в этот раз на Кинотаврике все подчинено году кино. Два года гостем и участником фестиваля искусств был Данил Плужников. И теперь ни одно мероприятие в городе не обходится без его участия. На мой взгляд, фестиваль Кинотаврик – это как раз та платформа, которая дает старт всем ребятам, которые… это определенный хороший, мощный опыт. Они здесь становятся крепче, они здесь пробуют себя. На такой большой сцене, во-первых, театр «Зимний» – это одна из лучших площадок города Сочи, красивая, театральная. Сочинская сцена «Зимнего» сегодня встречала детей из Бурятии. Они привезли танцевальный номер под названием «Родная Бурятия», где переплелись мотивы русского народного танца с бурятским. Сначала мы ехали на поезде до Иркутска, а потом на самолете до Москвы. И с Москвы уже опять-таки на самолете мы прилетели в Сочи. Ну, конечно, впечатление прям… мне нравится этот город, потому что тут очень тепло, красиво, уютно. Фестиваль пройдет в течение пяти дней. Состоятся конкурсы в номинациях «Вокал», «Хореография», «Мода», «Театр», «Сценическое искусство», «Дебют» и «Оригинальный жанр». А пока репетиции перед конкурсными выступлениями. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.